здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодняшний обзор хочу начать с очень красивого образа здесь все как я люблю это юбка в пайетках но внимание самой юбкой нас уже не удивишь мы их видим часто мы их видим много и действительно это абсолютный тренд юбка карандаш но достаточно длинная юбка украшенная пайетками всегда будет очень красиво смотреться с достаточно простым верхом это может быть белая футболка белая рубашка ну а когда мы выходим на более низкие температуры это конечно же трикотаж при этом желательно чтобы он был достаточно объемным уверена очень у многих есть сложность отличить оверсайзную вещь и просто вещь в которой имеется объем основным отличием последние вещи от оверсайза будет как раз таки наличие все-таки некой узости в самом силуэте например могут быть резинки на рукавах может быть за ужина опять же за счет резинки низ изделия обращайте на это внимание вещи объемные смотрятся все-таки более женственно и более выигрышно чем оверсайзные варианты посмотрите итальянские витринисты снова предлагают нам сочетать по цвету обувь и сумку в данном случае черный вариант сумки и черный вариант обуви это очень казалось бы классический как будто бы не модно но тем не менее сочетать обувь и сумку по цвету в италии приняты подобные цветовые решения мы видим с вами очень часто уже другая витрина другой магазин бренд и здесь мы тоже видим что сумка по цвету сочетается с обуви имейте ввиду что чем дальше удалены элементы сочетающиеся по цвету друг от друга тем выигрышней будет смотреться образ и соответственно если сумку вы носите на плече она максимально удалена от вашей обуви и если в этом случае сумка по цвету с обувью будет совпадать это будет действительно более красиво более выигрышный более гармонично чем если по цвету будет совпадать сумка которую вы держите выпрямленной руке возможно она большая и она максимально приближена к обуви которая по цвету совпадает с цветом вашей сумки обратите внимание на джинсы они очень длинные как правило имеют стрелку но это не суть важно важно именно длина и ощущение что они как будто бы большеваты как будто бы прямо таки упираются в асфальт очень интересный и красивый тренд который кстати наверняка неудобен в носке во первых на широкие джинсы на штанину можно просто напросто наступить и соответственно запнуться будьте аккуратным но и опять же эти джинсы предназначены только для чистых улиц чистых городов абсолютным трендом является пальтовая ткань из нее изготавливаются не только костюмы кстати брюки имеют очень часто кулиску и выглядят скорее более спортивным вариантом о классическом варианте брюк говорит именно сама ткань как правило это полоска шьются из подобной ткани абсолютно разные предметы нашего гардероба это конечно же жилетки и также рубашки которые можно носить заправленными можно носить не заправленными обратите внимание на подобные комплекты я думаю они будут популярны у тех кто вынужден соблюдать дресс-код на работе очень много черной обуви черный сумок и вообще очень много черных аутфитов признаться для меня это некая профессиональная сложность потому что черную одежду внутри за стеклом внутри магазина за стеклом практически невозможно заснять потому что все бликует и вы будете видеть не столько одежду сколько мое отражение платье в белевом стиле я уже обращала ваше внимание мега популярны при этом они полюбились и модницам их уже можно заметить их действительно часто используют в аутфитах и как самостоятельный вариант платья пока еще тепло вообще вещи выполнены из ткани с атласным блеском напоминающую ткань для как раз таки сорочек самых обычных это очень популярный вид ткани из нее шьется как раз таки большое количество прежде всего юбок также платье в самых разных белевом стиле но также полюбились и очень популярны в этом сезоне в италии блузы рубашечного типа выполнены тоже из ткани с атласным блеском и их уже в большом количестве можно увидеть на стритстайле серый цвет думаю это очевидно для многих кто смотрит мои обзоры на моем канале в италии полюбился нам предлагается огромное количество аутфитов с использованием вещей серого цвета в основном популярен как раз таки нежный светлый оттенок серого но и также total серо аутфит тоже очень часто присутствуют в витринах красный цвет объявлены с цветом этого сезона в италии не очень популярен редко но присутствует а в целом можно говорить что совершенно точно этот цвет вытеснен цветом бордо ягодными оттенками достаточно темными брюки карго в италии активно предлагаются к покупке но на реальных модницах их можно заметить очень редко вот обувь в стиле ковбойские сапоги ковбойские ботинки это обувь которая встречается очень часто традиционно любима в италии наверняка можно сравнить по популярности эту обувь с белыми брюками которые не выходят из моды вот пожалуйста блуза которая сшита как рубашка из ткани с атласным блеском подобные блузы появились абсолютно у всех марок и рынок тоже подхватил эту тенденцию подобные блузы без труда вы найдете за небольшие деньги в том числе и на итальянских рынках ботинки на шнуровке а также подобные высоты челси бутс это самая популярная обувь которая предлагается нам на более прохладный сезон выбирайте то что вам нравится эта обувь выглядит не гротескно ушла тракторная подошва ушла высокая и тракторная подошва массивная подошва в целом эта обувь выглядит как я люблю говорить достаточно традиционная и подобные обувь мы покупали и носили с вами до бума как раз таки тракторные подошва я уже рассказывал о том что очень популярна платформа безусловно здесь цитата и прямая отсылка к марке валентина которая выпустила подобные туфли сделай их очень популярными и для меня также отсылка к пальто мануэла на которые можно нашить перья если вдруг она у вас имеется в любом случае пальто мануэла напоминает самое обычное пальто которое шито по типу халат и имеет халатный тип застежки такой пальто имеется у многих можно украсить его бахромой из перьев а перья до сих пор популярны подобное платье это безусловно вариант платья базы под пуховик либо под пальто для очень смелых модниц для модниц у которых имеются лишние деньги на подобное платье например этот вариант стоит почти 900 евро такие платья украшенные пайетками выполнены как кольчуга выполненные сетки украшенные пайетками предложили также абсолютно все марки как правило эти платья отличают длина максим но в длине миди эти платья смотрятся тоже очень актуальны повторюсь эти платья предназначены нисколько для самостоятельного использования это безусловно скорее вечерний вариант а если говорить о повседневном использовании то это идеальная база под пальто либо под пуховик очень много люрекса он традиционно в италии любим и хочу обратить ваше внимание на подобные пальто кардиганы либо кардиганы пальто они очень плотные действительно если выполнены из натуральных материалов например если это стопроцентная шесть эти пальто могут очень неплохо согревать прохладную погоду выглядят они очень стильно обратите внимание на подобные мягкие варианты пальто кардиганов в этом сезоне пожалуй привычно выглядит именно обувь я уже рассказывала что челси по всей видимости будут самой популярной продаваемой зимней обувью ботинки на шнуровке мы с вами видели много раз и подобные макосины подошва больше невысокая не тракторная скорее эти макосины похожи на классические привычные мужские у нас стали популярными подобные кружевные брюки для очень многих это вариант праздничной одежды носят его подобный вариант с удлиненным пиджаком красиво будет смотреться также с худи но это безусловно вариант для самых смелых модницы в италии таких достаточное количество признаться я эти брюки видела точнее не конкретно эти а подобные видела уже на многих ковбойские сапоги техасские ботинки по-разному называют эту обувь в этом сезоне представлена очень широко лон сливы из тюля и подобные платья из тюля драпированные задрапированные как вы видите на ваших экранах либо нет мы с вами видели также в осенне-зимней коллекции прошлого года и в этом сезоне эти платья снова представлены на реальных людях подобные платья я встречала крайне редко думаю что в этом сезоне эти платья мы с вами увидим кстати они появились во многих магазинах масс-маркета они были представлены в зара в прошлом сезоне в этом сезоне в зара я еще не заглядывала но нашла подобные варианты и очень неплохие в страдивариус платья посмотрите не просто выполненные стюля имеют модную в этом сезоне драпировку но также являются длинными вариантами подобных платьев кстати подобное платье шикарно будет смотреться с обувью наподобие челси с ботинками на шнуровке и поверх можно надеть пальто будет действительно необычный современный образ который будет таковым прежде всего за счет макси длины платья такие платья в магазине страдивариус были представлены в разных цветах действительно каждая найдет свою удивительную расцветку интересно что подобные платья всегда имеют абстрактный рисунок чаще всего это разводы никогда подобные платья в последних сезонах я не встречала без подобного рисунка и кстати этот рисунок тоже отличает эти платья именно этого сезона абстрактные как будто бы хаотичные разводы или волны в этом сезоне мы могли с вами убедиться очень много бархатной обуви но это тоже не микро тренд потому что бархатная обувь как любая текстильная обувь стоит дешевле чем обувь выполненная из кожи подобная обувь всегда появляется как альтернатива более дорогим вариантом из кожи подобное сочетание яркого брючного костюма кстати яркий брючный костюм возможно вы вспомните рекомендовала я всегда в обзорах последних лет в этом сезоне считаю что этот вариант уже достаточно избитый но самое главное категорически не рекомендую носить его с белыми кедами возможно вы зададитесь вопросом а для кого эта витрина оформлена ведь наверняка выставляют вещи и сочетания которые могут понравиться я много раз рассказывала что очень часто именно итальянские витрины оформляются на что называется постоянных точнее для постоянных покупателей очень часто эти покупатели возможно так некорректно говорить но тем не менее по-другому это назвать сложно они как будто бы застряли в том стиле который когда-то им подходил когда-то нравится и выйти за пределы своего образа им крайне сложно а иногда они просто не могут это сделать свое время я снимала стрит-стайл и одной из причин и по которой я перестала снимать стрит-стайл был тот простой факт что помимо того что моих героинь уже узнавали мои же собственные зрители я заметила что мои героини на протяжении ну практически трех лет не меняли свой способ одеваться да они были одеты красиво но снимать их перестала быть интересным и захватывающим я знала как они выглядят знала что это пальто похоже на предыдущие отличается возможно по цвету и по рисунку а это обувь знала также что они предпочитают именно такую скорее всего в следующем сезоне будет такая же но другого цвета повторюсь снимать стрит-стайл стало просто-напросто неинтересно возможно это касается места в котором я живу которым кстати по-прежнему встречается большое количество очень красиво одетых мужчин и женщин очень красивое сочетание деним плюс деним не устаю обращать ваше внимание на эту казалось бы простую легкую повторению компоновку посмотрите вещи украшенные стразами либо вышивкой становится все более и более популярны думаю что итальянки с удовольствием их будут носить потому что все что блестит и переливается здесь в италии очень ценится современные джинсы как правило имеют стрелку окрас равномерный и достаточно темный примерно такой цвет денима как вы видите сейчас на своих экранах наверное самый популярный в этом сезоне перед нами витрины марки страдивариус здесь все очень просто бомбер укороченный хотя могла бы сказать что скорее именно длинная версия бомбера будет смотреться более актуально укороченный вариант безусловно для модис помоложе у них зона талии не проблемная без особенностей кстати мне очень понравился этот образ и в особенности тренч из денима я крайне редко встречаю эти вещи считаю что тренч из денима это вещь которая стоит недорого потому что изготовлена из недорогого материала а выглядит очень стильно и классно этот тренч мне понравился я заглянула в магазин и быстро примерила в примерке вещь меня не разочаровала но внимание я примеряю размер l я люблю побольше и если брать такую модель в этом размере посмотрите пояс как будто бы занижен и это не позволяет его красиво завязать если будете покупать онлайн эту вещь то наверное придется брать размер в размер иначе пояс будет низким поскольку я никогда не ношу одежду застегнутой тем более верхнюю точнее именно верхнюю не ношу застегнутой то для меня это особенность не является проблемой очень много обуви которая выглядит очень классическая очень много обуви на достаточно тонком каблуке это не шпилька это прямой тонкий каблук и могу сказать со всей уверенностью ответственностью что да в италии каблук любят и носят и я среди числа тех женщин и модниц которые обувь на каблуке часто используют своих аутфитах еще раз про наслоение это очень важно когда становится прохладным мы надеваем несколько слоев одежды посмотрите здесь одежда одинаковая по толщине но разная по фактуре вязка у одной вещи это гладкое полотно а другая другая фактура я не знаю какую правильно назвать но мы видим вот такие характерные полоски уже обращала ваше внимание на трикотаж украшенный стразами по всей видимости шапки которые очень многие блогеры клеймили шапки которые имеют вышивку фронтальную в этом сезоне снова будут популярным посмотрите кожаные куртки косухи не могу сказать что возвращаются но видим их достаточно часто популярны как укороченные и узкие варианты так и удлиненные узкие укороченные варианты встречаются все-таки чуть чаще помните я говорила что каждый последующий слой должен казаться теплее очень часто это иллюзия и вещь не может быть теплее но она кажется теплее за счет своего объема в данном случае посмотрите шарф имеет пышную вязку пышную фактуру пышную консистенцию такие шарфы кстати в этом сезоне очень популярны представлены в том числе и в недорогих марках и это очень грамотный выбор шарфа поверх пальто очень часто многие совершают ошибку используют слишком тонкий шар шарф крупная вязка шарф пышный легкие объемный как данном случае это очень грамотный выбор если мы носим шарф поверх пальто не нужно допускать чтобы шарф был как будто бы тонким и полупрозрачным уж тем более казался действительно более тонким чем пальто наслаивайте ваши слои грамотно иначе действительно вы будете похожи на капусту а не на модного человека брюки с принтом с абсолютно любимым в италии очень популярны и любимы в данном случае мы видим очень красивый вариант когда анималистичный принт используется в аутфите в глаза бросаются скрюченные пальцы манекена но хотела я обратить ваше внимание снова на вышивку на украшение это очень часто встречающийся мотив вышивают украшают стразами бисером футболки также рубашки как мы видим трикотаж и вот снова мы с вами видим шапки украшенные стразами ну что ж мы прекрасные зрители на сегодня это все я с вами прощаюсь мы очень скоро увидимся желаю всем быть модными стильными и красивыми это была я на скворцова всем пока пока